По моему мнению, некоторые участники выставки Метроэкспо действительно ставят перед собой серьезные и амбициозные задачи. Дмитрий поставил действительно уникальный эксперимент. Сейчас на российском рынке происходит тест-драйв вашего продукта. Мы успели немножко с вами обсудить его в кулуарной беседе. Но расскажите, во-первых, о том, какой бизнес вы представляете, какой продукт вы тестируете и какие у вас дальнейшие планы. Мы производитель воды. Мы производим ее на Алтае. Это минеральная вода, чистая вода, необработанная из чистейших источников нашей страны. Одна из основных задач, которую мы перед собой ставили, это создание международного бренда. Честно говоря, надоело, когда мы наши прекрасные ресурсы отправляем необработанными в цистернах, не знаю, в трубопроводах и вагонах, у нас есть такие потрясающие, в общем-то, база, из которой мы могли бы это делать. То есть задача создания международного бренда российского с потрясающим, из потрясающих источников нашей страны. На данный момент мы стартовали примерно год назад, вернее, более того, и вода до сегодняшнего дня добралась до Германии и до Китая. Примерно первые точки, куда мы вошли. Ну, естественно, российский рынок является таким полигоном для нас, понимание, как это будет выглядеть. То есть продукт находится на рынке уже порядка года, да, в России? Ну, по большому счету, первая бутылка была произведена, по-моему, в марте прошлого года. Зайти новому бренду на рынок – это определенного рода работа. Мы занимались последние, наверное, 11 месяцев в основном ДПРом. У нас было огромное количество рекламы, в основном в журналах, и очень много рекламы было в интернете, но мы ориентировались на Москву. Москва всегда является таким флагманом выхода. И, в общем-то, вот сейчас на выставке метро и вообще при входе в метро – это один из каналов выхода на регионы, который позволяет нам это сделать. Некоторые посетители, я прошу прощения, некоторые посетители сегодня уже, можно сказать, порадовались и рассказали о том, что они смогли заключить какие-то долгосрочные соглашения. Была ли у вас возможность пообщаться с кем-то из потенциальных партнеров, которые действительно готовы представлять ваш продукт в региону? Ну, в общем-то, с нами контактирует огромное количество дистрибьюторов, потенциальных дистрибьюторов. Мы на данный момент, в общем-то, выбираем. У нас нет такой ситуации, что мы прямо не знаем, с кем поговорим. Нехватки. Тем нехватки, да. Что касается конкретно этой выставки, то у нас появилась возможность поговорить с владельцами и вот с потребителями финальными. Это владельцы небольших магазинов, ресторанов и так далее. И по их реакции они как-то ближе к земле. И по их реакции видно, насколько ты попал с продуктом или нет. Потому что, когда ты разговариваешь с менеджерами или закупщиками крупных сетей, мне кажется, они не очень часто смотрят на как бы суть самого продукта, а смотрят, все выражается как бы в полках, в полках и деньгах от этих полок. Они смотрят на то, как ты будешь его поддерживать, что ты сделаешь, если он не продастся. То есть вопросы не связаны как бы с сутью самого продукта, а связаны как бы с коммерцией, которую они делают. Коммерческой выгодой, которую получает каждая компания. С точки зрения заключения контрактов, в этом году у меня есть подозрение, что мы закроем примерно 30% точек ритейла России из тех планов, из тех действий, которые мы уже предпринимаем. Ну и заключительный вопрос. Когда мы сможем наблюдать вас на всех европейских полках? Ну, вы можете нас наблюдать на каких-то европейских полках, в отдельных магазинах Эдако и Реви в Германии, вы можете нас видеть. Но опять же, на этот рынок мы начали наш путь меньше 6 месяцев назад. Мы получили европейскую сертификацию качества, то есть наша вода сертифицирована, внесена в реестр, что является абсолютно непростой задачей. Нам потребовалось переделать огромное количество вещей на заводе, для того, чтобы попасть в эти категории. И, в общем-то, продажи, как таковые, и представления на этом рынке, они начались буквально пару месяцев назад. Я считаю огромным успехом тот факт, что мы уже присутствуем в отдельных, ну, как минимум, частях этих сеток. Там сетки порой не являются, так сказать, единоуправляемыми, а имеют отдельные подразделения, которые имеют право принимать самостоятельные решения. Ну, в принципе, как и в России, региональные подразделения имеют право покупать какие-то товары на локальном рынке. То есть пока вот так. Слушайте, ну вообще это очень круто, я хочу сказать, что продукт ежедневного употребления, который занимает уверенные позиции в премиальном сегменте, который ориентирован на экспорт, это действительно большая сложная задача. Поэтому мы желаем вам бизнес-успехов. Я хочу пожелать, чтобы на этой выставке вы нашли партнеров, которые действительно помогут и простимулируют, скажем так, все торговые сети для того, чтобы ваш продукт был на этих полках. И надеюсь, что совсем скоро мы сможем уже его приобрести абсолютно в любом магазине. Да, благодарю вас. Спасибо. Спасибо.